Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 852. События дня. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, 17 стих. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Это за 16 апреля 2018 года. Наталья Усатая. Не думаю, что такие люди долго живут, и их дети проклятие на долгие лета. Но придет конец этим пакостям. Господь усмотрит, и истинно верующих отвратит от пагубного пути. И многие даже после смерти Игнать Тихоновича покаяние принесут пред Господом. Ихняя совесть будет давить, и будут задыхаться. Не читают Писание, ленятся. Потом рыдать будут крокодилями слезами. За что, Господи? Виталий Калинников. Слава Богу за суды его. Евтушенко Сергей. Сергей Дудин вынырнул из болота, крикнул и вновь погрузился в трясину. Наталья, еще не знаю, насколько глубоко из трясины не вылез без чьей-то помощи. Сергей. Мне кажется, он против совести пошел. Тяжело вернуться ему будет. Если сам не повернет назад, ему никто не поможет. Наталья. А совесть есть у него? Не думаю, перешел все грани. Да. Сергей. Совесть у всех есть. Вон он какое-то письмо написал. Другой вопрос. Что он сам сжег ее? Получается, за деньги? Ну и сожженные в совести. Виталий. Мне мой товарищ в Подоборской духовной семинарии, а ныне священник в Подмосковье, рассказывал все то же самое и даже более. Сергей. Жалко его до слез. Наталья. Чем он думал, когда сан священство принимал? Христа поменял на мамону. А жизнь такая короткая. Дети его за грехи очень будут страдать и против него восстанут. Да все болеют. И сам болеет, и жена болеет. Наталья. Не хотят пасти овечек. Работать на стройке от того и падают в грех сребролюбия. Хорошего священники ни одна овечка без куска хлеба не оставит и без крова. Может Господь так и отсеивает верных в наше время, а избранные пойдут уже против Антихриста стоять. Ему такую поддержку Бог дал в лице Игная Тихоновича, а он пошел своей дорогой. Больно видеть такое. Наталья. Вообще замечаю, кто только старается с Игнаем Тихоновичем идти за Христом, то дьявол все усилия прикладывает во плоти человека, а они еще слабые. Не у всех есть дар веры и мужественная душа, и Писание ленится изучать. На первом месте дела житейские, а на втором и третьем Христос. Это больше всего печалит, и русский народ больше привидениям бессомским верит и принимает за чудо. Наталья. Это моченья лбов, как клеймо, обрезанные души и не могут принять истину евангельскую. А такая сейчас свобода иди и благовествуй. В глуши живут люди, ничего о жерти Христа не знают. Бедные нищие духом и каяться не хотят, все ищут оправдания. Сергей, с молодежью говоришь, они больше в Будду верят, чем в Христа. Да и откуда вера-то будет, если им никто об ней и не говорил? Объясняешь основу православия, а люди в ответ говорят, что поп по-другому им сказал, или поп это разрешил. Доказать, что праздновать советские праздники мы не должны, невозможно. Попы сами празднуют, а люди на них смотрят и совесть успокаивают. Сергей. А если про пост в среду и пятницу скажешь, вообще у виска крутят? Крутят, ну крутят. Крутят, да. Наталья. Да, христианство для сильных духом. Это не шутки и не обряды. Поэтому и такие обрезанные души. Если бы в детстве крестили полным погружением, все равно Господь коснулся бы этой души в любом конце света. Мир этот прелюбодейный и грешный одолевает слабых духом. Если только которые обратились в детстве, не было живой краткой детской молитвой, то в этой душе очень тяжело расти и много препятствий. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, на занятиях во время изучения Евангелия от Луки возник вопрос. По Луки 6 глава с 1 по 5 стих. В какой дом Божий вошел Давид, если храм построит только его сын Соломон? Собственно, вопрос остался с ним, как к вам, и обращаюсь. Что понималось по домам Божьим в ветхозаветные времена, между временем Скинии и первым храмом? А другой вопрос по этим местам, но в другой связи. Когда я стал смотреть толкование, понял, что в вашем издании на толкование этого места выпущен кусок текста. В других изданиях он имеется. Не получается сюда корректно скопировать текст из вашего трехтомника для сравнения. Символы графически отображаются. Но можно сравнить с печатным. Вот как в других изданиях, кавычки открыты. Иудеи всякий праздник называли субботой, ибо суббота значит покой. Часто праздник встречался в пятницу, а эту пятницу ради праздника называли субботой. Потом, собственно, субботу называли первой, как вторую после предшествовавшего иного праздника и субботы. Подобное случилось и тогда, и суббота сия названа второпервой. Фарисеем, обвиняющих учеников за то, что они в субботу ели, срывая, то есть сощипывая колосья и кроша, то есть растирая руками, Господь указывает на Давида, взалкавшего и евшего хлебы предложения. Ибо он, бегая от Саула, прибыл к первосвященнику Авиафару и обманул его, сказав, что царь послал его на одно нужное дело. И в алчебе взял от священника хлебы предложения, которых каждый день предлагалось на священной трапезе до двенадцати, по шести с правой и по шести с левой руки. Левит 24 глава 5-6 стих. Получил он также и меч Голиафа, 1 царств 21 глава 1-9 стих. Господь, напоминая им эту историю, поступком Давидовым, пристыжает их. Если вы, говорит, Давида почитаете, то как же осуждаете моих учеников? И иначе. Сын человеческий, то есть я господин субботы, и как создатель, и творец, и владыка, и законоположник, имей власть разрушить субботу. Сыном человеческим мог быть назван не иной кто, как Христос, который, будучи сыном Божиим, ради человеков причудно соизволил быть и именоваться сыном человеческим. Ибо нет ничего нового в том, что меня и тебя называют сыном человеческим. Сыном? Сыном? Сыном человеческим. А то замечательно, что он причудно вочеловечившийся называется сыном человеческим. Может разные редакции толкования, в кавычке закрыты, может разные редакции толкования блаженного филакта имеются? Или это техническая ошибка набора? Игнатий Лапкин. Более приемлемый вариант объяснения таков, что сохранились списки в разных и по расхождению смысловому, и по объему материалу, заложенному в том или ином свитке. Масоретский вариант, с которого сделан перевод синодальный, значительные расхождения иногда выдает септиоагинты, за которую ратовал Феофан Затворник, и в довольно резких высказываниях. Измасоретский. Измасоретились. Роптал он. Переводами, без напряга пришлось склониться в сторону масоретского текста, к оригиналу, на том и стою до ныне. А почему? Потому что малограмотен или иное что? Отвечаю, что по доверию к переводчикам синодального. Если необходимо здесь перечислять их, мгновенно и навсегда влюбился в этот свиток список. К этому склонились четыре духовных академии и профессор Павский Герасим Петрович, Хвольцин, Архимандрил Глухарев Макарий, митрополит Филарет. Разнощение больших и малых в разных свитках в списках Нового Завета, как пишет, найдено до 150 тысяч. И это абсолютно во всех трудах и переводах, и в символах веры, и в канонах. Иногда по небрежности, иногда умышленно, как при реформе Никона, Иеремия, 36 глава. Я взял тот вариант, который мне показался лучшим с переводом, с полнотой и красотой языка, сравнил с другими и прилепился к этому. Сначала его Феофилакто законспектировал от руки, потом отпечатал до 8 экземпляров. Много лет вёл везде занятия по этому конспекту, проходя весь Новый Завет за 5 лет. Упрёки, что у меня взят вариант менее точный, слышал уже два раза за 55 лет. Возьми я другой вариант, упрёков было бы во много раз больше. Относительно же названия места, Домом Божиим, более 100 мест в Святой Библии. И вот что он означает. Варух, 3 глава, 24 стих. Там, говорит, Дом Божий, говорит, когда Дом Божий, когда он был при Соломоне построен-то, а уже и Давид говорит о Доме Божьем, и до него говорили. Да как это так понимать? О, Израиль, как велик Дом Божий, и как пространно место владычество его. Бытие, 28 глава, 17 стих. И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как Дом Божий, это врата небесная. Говорил Иаков, и что там ничего, ни скини, ничего не было. Судей, 17, 5. И был у Михи Дом Божий. И сделал он Ефот и Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником. Судей, 20 глава, 18 стих. И встали, и пошли в Дом Божий, и опрошали Бога, и сказали сыны Израилевым. Это при Сауле еще-то, другие, в судях еще раньше было это. Судей, 21 глава, 2 стих. И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. 2 царство, 7, 2. Тогда сказал царь пророку Нафану, вот, я живу в Доме Кедровом, а Ковчег Божий находится под шатром. 1 параллельпоменон, 9, 27. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Псалом, 41, 5 стих. Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и словословия, празднующего сонма. Псалом, 54, 15. С которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. 1 Петра, 4, 17. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорящимся Евангелию Божию? И сколько раз тут употребляемое выражение «Дом Божий» относится к храму? Место, где молятся, приносят жертву и есть Дом Божий. Виталий Калинников. Между священниками, как правило, характер отношений пауков в банке. На собраниях обсуждаются только материальные вопросы. Покрутят у виска, если вздумаешь поднять вопрос веры и жизни по вере. Мрак полный. Пираты захватили корабль. Я выражение сказал однажды, они сейчас все его подхватили. Валентина Сортисон. Христос воскрес! Воистину воскрес! Спаси Христос воскресения! Виталий и Сергей К. За такую смелую информацию. Мороз по коже. В свое время я наблюдала эти первые добрые отношения отца Сергия. Я по сей день о нем молюсь. И Игнатия Тихоновича. Отец Сергий поначалу был не очень симпатичен. Все первые ролики с его участием были у меня на странице в моем мире. Но вот погода резко поменялась. И однажды мне Сергей Дудин пишет мне в личку. Он был у меня в друзьях. Чтобы я убрала эти ролики. Я отказалась. Тогда он стал мне угрожать судом. И я снова отказалась. Какой негодяй, понимаешь? Нет, это в священники пошел такой человек. Это даже нормальный, простой мирянин какой-нибудь, сторож, и кто-то не допускает. Тогда он взломал мою страничку и уничтожил эти ролики. Понятно, что это он разбойник настоящий, стопроцентный. Я упорно еще раз перетянула себе эти ролики, и он снова их уничтожил. Вот такая войнушка была между нами. Несчастный, мне его жаль. Потом полились мерзко пакостные ролики на Инать Тихоновича с его участием. Ну, что он писал там, подговаривал, у меня блокировали. Я даже писал ему резко в комментариях кое-что, но на меня стали нападать другие. Почему я так резко разговариваю с батюшкой? Обмороженные и совершенно бессовестные личности. Особенно меня возмутил их ролик, где они кривляются в некой студии вместе со Скуратовским из Америки. Наталья Усатая. Христос воскрес! Мир всем! Какие вы смелые, Виталий и Сергей! Припоминаю, смотрел эти ролики и с этим священником. Что сказать? Жаль, жаль не ведают, что творят. Господь за их трусость и корысть не открывает грехи перед очами у себя под носом. Раз бомжевать не хотят, а у Господа не было, и где голову преклонить? И родился он в чистом, не в чистом доме, а в сарае, где была антисанитария, и вонь, и холод среди скота. А эти священники рассуждают по плоти, и мысли плотские, и детей жалко своих. Отец Небесный Сына Своего отдал на заклане ради нас, окаянных. Так что же их, этих лжеклеветников, ждет на суде Божьем, страшном и беспощадном? Вот они, плоды обрезанных сердец. Спаси Христос вас, братья, за храбрость. Игнатий Лапкин На совести священства не сотни и не тысячи, а миллионы погубленных ими. У этих псов и лютых волков, не о всех говорю, но о 90% с лишним, процентов примерно, у них нет совести, нет страха Божия, нет абсолютно никакой божественной веры. У меня есть страницы в моем мире, 21 тысяча фото, 9284 видео. В Одноклассниках, ВКонтакте, свой живой журнал, Facebook, Twitter, форум, 1600 тем, сайт, фильмы, 50 ник в моей начитке и многое-многое иное. YouTube, 10570 видеороликов. Google, это все другие модераторы, блогеры мне открыли. И вот этот больной наглый человек, Дудин Сергей, воспаление мозга у него уже было, как он мне сам писал, начал везде гадить бессовестно, хамски и безбожно. Сам я не бываю даже на указанных ресурсах. Там администраторы и модераторы трудятся, и мне скидывают на мой форум или в мой мир переписку. Забирают мои ответы и публикуют ВКонтакте и других местах, с кем и где переписка. И вот этот Дудин Сергей из Томской епархии начал гоняться за мной, как подлинно бесноватый. Работающие в нашей администрации получают в один день иногда более 400 вопросов ко мне. Они отбирают вопросы, касающиеся спасения, и скидывают на наш форум. Дудин же подговаривает, как мне сообщили своих адаптов рабов, чтобы одновременно в администрации контактов было не менее, допустим, 10-15 жалоб. И администрация контактов тут же автоматически блокирует наш ресурс ВКонтакте. И эти сотни людей теперь будут ждать мой ответ две или более недель. И так продолжается много месяцев. Разве это прилично? Разве это по совести? И такой человек-тип входит в алтарь, поднимает руки к Богу Живому и лжет беспросветно, что он кается в чем-то. Когда у нас вдруг установились очень близкие отношения, совесть вдруг в нем как бы пробудилась на короткое время. И он мне про эти варварства, епископов, все сам рассказал. И стал халатайствовать перед администрацией контактов, чтобы меня разблокировали. Сам же заблокировал, а когда остановили отношения, давай звонить. А там, чтобы узнать, они должны тебе проверить. Оттуда сделали запрос, где он был в такие часы и прочее. Чтобы сравнить, он или не он. И с меня сняли эти оковы безжалостного, бесталанного, трусливого, мстительного, лживого и злобного служителя алтаря. Мы с ним беседовали. Все беседы были записаны, их было 10. Это он лично звонил ко мне. Очень сильно Сергей жаловался на своего архиерея. Как он орет и клеймит их, угрожая на мороз выкинуть злобного всего патера. На мороз зимой с детьми. Это все в роликах, которые тут уже выставлялись. И он не имел ничего против тогда. И по моим книгам, которые я выслал ему бесплатно, ввел он даже там занятия по ним. Это все выставлено в ютубе им самим. Да не вменится им это на страшном суде Божьем. Узнав же, что он так бедствует с жильем, с тех пор ежедневно молюсь Богу, чтобы он, милостивый, дал этому Сергею жилье. Пусть он это опровергнет и даст слово, что не будет гоняться за мной. И взламывать ресурс, воровать, как бандит с большой дороги. И я сегодня же выставлю наши беседы с ним. Приятные, дружеские, 9 роликов. Сегодня же. Сможете сделать так, чтобы эти украденные ролики Дудиным опубликовать все 9. Я их, вы бы, присылать по скайпу. А вы их себе сохраните или откройте форум. Там будет ему труднее всего склонить к удалению администрации или еще где. И выставлять непременно, постоянно на разных ресурсах, чтобы Томская епархия это узнала и просмотрела ролики. Я не умею на облако или еще где, а только на скайпе тут. А название можешь менять и номера перенести или буквенно обозначить, чтобы самому не сбиться. Можешь на разных ресурсах и по разным названиям, чтобы он не сразу нашел. Благодарю. Его надо вразумлять. 9 прекрасных роликов. Это мы с ним беседовали. На разных ресурсах. Можно озаглавливать с упоминанием наших фамилий или еще как. Полагаю, что на ютубе он сможет жаловаться, а на других ресурсах только воровать. Сейчас я перекачиваю их очень медленно. Виталию Калинику, а потом он, чтобы вам скачал. У меня аппаратура слабая. Да не умею я. Ролик назван будет. 10.13. Здесь не верь врагу твоему вовек, ибо как живет медь, так и злоба его. Тщательно где-то храни. Выходи сразу же на Сергея парализованного. Будут и другие, и им скачивай. Нужно весь эфир заполнить этим важным материалом. И туда содержание его письма в комментарии и нашу переписку тут. Твой пароль. Как на тебя. Людям выходить дай тут, и я буду. Этим людям посылы на вас делать, чтобы начать работу. Марина Х. Игнать Тихонович, мир вам. У меня есть желание поделиться событиями и переживаниями из своей жизни. Получить совет. Если на то есть воля Божия, можно вам позвонить? Ну я дал разрешение, она пришла и поговорили. Уже ролик стоит. Галина Влеська, Новокузнецк. Мир вашему дому. Доехали благополучно. Спаси Христос за молитвы о нас путешественниц. Всю дорогу говорили о нашем любимом спасителе и о вашей уникальной общине. Светлана выразила словесно свое впечатление такое же, как и у многих. Побыла в небесном месте, на земле. Так чувствую. И возвращаемся в свои скучные приходы, где никто ни с кем своей любовью не делится. Выход один. Создавать общины на прихода с изучением Евангелия и работать в направлении, указанном Христом. Посещать заключенных, болящих, кормить голодных, одевать ноги, страноприимствовать, благовестуя при этом. А почему? А потому, чтобы быть со Христом. Часто задумываюсь, читая переписку ваших интернет. Друзей, а почему почти все они не выходят с благовестием со своих приходов? Почему? Это же очень просто и легко. Начать с малого и при этом неустанно молиться Христу. Такое начало по силам каждому ревностному православному и настоятелей своих пробуждать постоянно с любовью. Сколько энергии у ваших друзей? Слышу и вижу. А воз и ныне там. Посмотрел ролик ваш о нашем прощании. Совесть моя заговорила. У вас немал. Что ж ты везде влезаешь в леська? Сколько тебе еще обличать придется? Стерпишь? Буду над своим вулканическим горением продолжать работать. Моя любимая община сестер милосердия названа во имя равноапостольной Марии Магдалины, которая также была деятельной и первая закричала «Христос воскрес!» и бежала по утреннему спящему Иерусалиму. Вижу в ее глазах ликующую победу, успеть добежать к ученикам с радостной вестью. Приближается к нам Христос вторым своим пришествием. И что мы ему скажем? Так дни лукавы своей быстротечностью. Перед службой вечером сделаю фото разгрузки книг в наш штаб сестер на нашем приходе и вышлю фото вам. Поможем нашим всем священникам на своих приходах в общественной работе и благовестии. Слава Христу, показавшему нам свет! Феофан Затворник о нынешней ситуации. Деяние 4 глава 13 по 22 стих. Евангелие от Иоанна 5 глава 17 по 24 стих. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Так говорили властям святые апостолы Петр и Иоанн, когда им запрещали говорить о Господе Иисусе, воскресшем, после того, как они именем Его исцелили хромого от детства. Не побоялись они угроз, ибо очевидность истины не позволяла им молчать. Мы видели и слышали, говорили они, и руки наши осязали, как после прибавил святой Иоанн. 1 Иоанна 1 глава 1 стих. Они очевидцы. Очевидцы же по началам человеческого познания. Первые надежные свидетели истины. В этом отношении ни одна область человеческих знаний не имеет подобных свидетелей. От того, что с того времени прошло 18 веков, теперь уже 20. Сила свидетельства их не умолилась нисколько, а следовательно, не умолилась и очевидность истины. Ими свидетельствуемой. Если отпадают в неверие, а ныне отпадающих очень много, то отпадают ни почему другому, как по недостатку здравомыслия. Не хотят обсудить и увлекаются призраками, которым лезть сердце порочно охотно придает некоторую вероятность. Бедные души гибнут, воображая, что попали, наконец, на должный след. И радость тому особенна. Говори. Воистину воскрес. Что первые вступили в эту колею и стали для других передовыми вожаками. Но невелика радость сидеть на сидалище губителей. Виталий К. Мир вам! Я передал Володе флешку. Там новая порция проповедей, кстати. Почему Виталий? В 25-й проповеди, о которой мы говорили нету, и в оглавлении книги. И еще на флешку я скинул начитанную мною книгу «Исповедь священника перед церковью». Архимандита Спиридона Кислякова. Если посчитаете нужно, выставите на канале «Во свете Библии». У вас все равно подписчиков больше. Это не Виталий говорит, а... Никита. Никита. Игнатий Лапкин. Выйди на Сергея Козлова и начни ему перекачивать. Или сам скорее ставь и ему сообщи. И он сам скачает. Это может быть даже лучше и вернее. Игнатий Лапкин. Тому священнику дайте наш ресурс YouTube. У нас 10 550 видеороликов. Марина Хэм. Это я сделал в первую очередь. Он ответил так. Прости, дорогая, не знаю его. Может, я повзрослею и познакомлюсь с Лапкиным. То есть она там священнику своему говорила и... После этого я скинул ему наше видеосообщение. Видеообщение. Игнатий Лапкин. Сегодняшнюю нашу беседу, думаю, поставить к утру. И это можете ему послать. Узнайте, как его зовут. И мы будем молиться о нем. Хорошо бы его попросить молиться о нас и вашем деле. Все 9 закачал. Получил все. Виталий, я говорю. Мне просто показы, какая переписка. О чем говорим. Сохрани и начинай искать, куда пристроить. А потом в комментариях нашу переписку можно будет поставить. Сделаю отдельный канал, который будет называться Откровение священнослужителя РПЦ МП Сергея Дудина. Это в Италии уже написал. Наталья Усатая. Вообще, замечаю, кто только старается с Игнатийом уйти за Христом, то дьявол все усилия прикладывает во плоти человека. А они еще слабые. Не у всех есть дар веры и мужественная душа. И Писание ленится изучать. На первом месте для вас житейские, а на втором и третьем Христос. Это больше всего печалит и русский народ, больше переведением бесовским верит и принимает за чудо. Это уже было. Это мочение лбов, как клеймо обрезанной души и не могут принять истину евангельскую. А такая сейчас свобода идти и благовестуй. В глуши живут люди, ничего о жертве Христа не знают. Бедные, нищие духом. И, кажется, не хотят, все ищут оправдания. Это было все. Было, но все-то да. Так. Сейчас смотри, где тут вот это. Валентина Сортисон. Наталья, ты неправильно понимаешь словосочетание «обрезанной души». И поэтому неправильно применяешь. Обрезание преобразует крещение. Ксения Юрова. Феофан Затворник о нынешней ситуации. Это было тоже уже. Да? Да. Ну, значит, захватилось так. Там мы прочитали только что. Да. Дальше гляди как. Наталья. Валентина. Благодарю. Хотела написать «обрезанной сердцем», то есть «непросвещенные, темные, не понимают ничего». Так как и крещения настоящего не было. Миропомазанный и в детстве, и то по вере родителей. Или. Вы правильно замечание написали. Я думаю, как написала «обрезанная душа не сходится по смыслу». Благодарю. Спасибо, Христос. Валентина. Обрезанное сердце тоже напойдет. Не пойдет. Не пойдет. Это словосочетание понимается в положительном смысле. Мы в писании и в толковании слова «обрезание» сообразуем со словом «крещение». Поэтому это сочетание в твоем смысле лучше не употреблять. Я-то поняла, что ты имела в виду. В конечном итоге. Наталья. Какая вы умница. Благодарю. А из братьев во Христе никто не написал. Замечание хоть бы одно сделал. Спаси, Христос. Сейчас исправлю. Игнатий Лапкин. Левит 26.41. «За что и я шел против них и ввел их в землю врагов их? Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои». Иеремия 9.26. «Ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Иезекиев 44.7. «Вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверлянии храма мой, подносить хлеб мой, туг и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими». Иезекиев 44.9. «Так, говорит Господь Бог, никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля». Деяние 7.51. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Римлянам 2.29. «Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». «То есть я выбрал места такие, которые говорят, что такое обрезание». «Наталья, так если понятен, надо все равно было покорить поконкретней, а то, как я буду правильно доносить суть другим. В дураках не хочется выглядеть». «Виталий, ты спрашивай собеседника, беру обратную связь». «Валентина, благодарю, Игнать Тихонович, за приведенные места писания, очень хорошо проясняющие смысл слов «обрезанный» и «необрезанный». «Дорогой Игнать Тихонович, мир вам! Не прошу растолковать, но если Господь откроет, напишите мне, пожалуйста, что могло бы значить сие. Сегодня видела такой сон. Куда-то я деньги отношу, вроде как лавка церковная, то ли милостыня какая, помощь нужна была кому-то. А мне от отца Иакима, он рядом с передающим стоит, дядечка передает железную коробочку, как у священников, где кисточки и илей для миропомазания хранятся. «Сверху на коробочке тряпочка белая, как носовой платок, сложенная. Сверху крест восьмиконечный. Православный и рядом с крестом на этой тряпочке несколько золотых монет лежит. Я беру с благодарностью, откажу, смотрю и не понимаю, что и зачем мне дали. После проснулась, но и наяву не понимаю». «Зараз гадкая сна. Я не Иосиф, мне не дано понятия. На это внимания не обращаю, тут же забываю». «Мир вам, Игнат Тихонович, если можно, ответьте». «Отвечаю, не знаю. И с нам, спрашивай даже на Испы, не верил ли с нам. Никогда не верь. Даже если он от Бога, и тогда не верь». «Марина Сергеева после того, как по духу сошлась с Романом Малышом и записала видео к вам, больше не участвовала в занятиях? Она совсем отошла или еще общается?» «Она что, сошлась, написала? Ничего она не записала. Он ей это написал, а она просчитала. Ну и даже она говорит как бы от себя два раза. А потом давай уже от мужского рода говорить». «Сергей Евтушенко. Благодарю за ответ. Страшно, конечно, все это. Ходят духи с жабой по земле и уводят людей в бездну. Причем на мелочах ведь улавливают. А последствия катастрофические для человека». «Внимательно смотреться. Это с этим священником Сергеем Дудиным. Это девять роликов». «Валентина Сартисон. Это же где сохранились эти ролики? Я считал, что Дудин все уничтожил. Он так грозился и строжился на меня, говоря, что наведет на меня суды с большими штрафами». «Виталий. Нет же ничего тайного». «Валентина. Более широкую огласку нужно дать его письмо». «Наталья. Абсолютно все, что удаляется в интернете, хорошие программисты могут восстановить. И если это на компьютере айфон, то программа все может восстановить». «Сергей. Стоит ли это опубликовать? Это нужно с Инать Тихоновичем посоветоваться». «Виталий. Распространяйте сестры. Бог в помощь». «Инать Тихонович повелел так сделать». «Сергей. Ну, тогда зеленый свет». «Наталья. Ну, молодцы. Вот это мужчины по-мужски». «Виталий. Также чуть позже создам группу ВКонтакте. Залью туда видео. Можно тоже сделать репост и будет». «Валентина. Я, конечно, не сторонница позоворадствовать. Но как вспоминай его, Дудина». «Вспомню». «Вспомню его, Дудина. Бессовестно». «Его, Дудина. Как вспоминай его, Дудина. Это пояснение». «Бессовестное и безжалостное отношение к Инать Тихоновичу, то пусть будет так». «Ой, не зналялся, как поносило-то уму непостижимо». «Наталья. Может покаяться?» «Наталья. Или хоть как-то совесть сдрогнет?» «Сергей. Валентин Сортисон». «Ну, это их отношение. Инать Тихонович поступает, как считает нужным. Правда то на его стороне. Дудин такого наворотил и продолжает нападать». «Виталий. Откровение священнослужителя РПЦ МП Сергея Дудина». «Название ролика». «Канал к запуску готов. Распространяйте. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Делитесь видеороликами. Скоро в ней появятся ролики». «Рахиль Загидулина. Спаси вас, Христос, брат Виталий. Надо будет утром посмотреть. Иннет медленно, к сожалению». «Виталий. Главное, опубликуйте у себя на страницах в соцсетях, чтобы люди обратили внимание». «Рахиль. Хорошо, сделаем. Виталий». «Андрей Рогачевский. Сегодня разговаривал с знакомым. Ему поп сказал, пей, кури и веселись. Господи помилуй и вразуми несчастного попа». «Галина Влеська. Да, ранее смотрела и вникала во все ваши ролики со священником Дудиным. Остался до сих пор к нему вопрос. Для чего общение с вами ему было надо? Для ликвидации безграмотности? Почему не ликвидировал? Нам, малому стаду, нужны пастыри, ведущие не в яму, а в Царство Небесное. «Начало премудрости. Страх Господень. Спаси Христос». Валентина Сортисон. «Еще дважды просмотрел ролик с письмом. Письмо переписала себе в тетрадь. Не удивляюсь, продукт воспаленного мозга». И вторая половина письма – это программа его теперешней жизни. Поэтому все так и получилось. «Вряд ли что-то можно исправить. Слишком много всего наворочено. Но если только чудо случится, а если не случится, то погибла еще одна поповская душа. Кто же виноват?» – вопрос без ответа. «Так, сколько у нас ушло?» «Сорок одна минута». «Ну, на сегодня все. Господь благословит. Уж как прошло. Володя Пащенко считал. Ну и единственный наш слушатель». «Русский непри видно.ettle 서халן» «Русского ажалла».